В «Резерв плюс» внедрят функцию электронного направления на ВЛК, ограниченно пригодным, Минобороны. Министерство обороны Украины планирует внедрить возможность получения электронного направления на прохождение ВЛК, военно-врачебной комиссии, тем, кто имеет статус «ограниченно пригодный», об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизаций Екатерины Черногоренко в эфире телемарафона, пока в приложении нет такой функции, но ее уже рассматривают, хочу приоткрыть занавес, мы сейчас работаем и рассматриваем, чтобы за направлением на ВЛК не нужно было физически идти в ТЦК и СП. Фактически с согласия человека, если он хочет, мы можем выгрузить это в «Резерв плюс». Это по желанию человека, уточнила заместитель министра обороны, с появлением такой технической возможности военнообязанные смогут выбрать, или получить направление на прохождение ВЛК во время личного визита в ТЦК, или получить его в приложении «Резерв плюс». Кроме того, функция должна разгрузить ТЦК, но это нужно, чтобы разгрузить ТЦК и не создавать дополнительные очереди на такое формальное действие. Получить направление это формальное действие, резюмировала Екатерина Черногоренко. Напомним, правительство Украины поддержало постановление о бронировании военнообязанных от мобилизации через портал «ДА». По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, процесс будет быстрым, прозрачным и без человеческого фактора. В частности, вместо недель бронирования будет длиться меньше суток. Ранее РБК Украина сообщала, что для граждан Украины изменили правила постановки на военный учет. Отныне лица, снятые с него в связи с выездом за границу, смогут снова встать на учет без обязательного возвращения в Украину, срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.